Сегодня в Ватикане открывается совет конференции католических священников, который будет посвящен проблеме педофилии и сексуального насилия в римско-католической церкви. Мероприятие такого рода не имеет прецедентов. Епископы приехали в Ватикан из всех епархий. Священники встретились с жертвами. Среди них Фил Савиана, один из тех, кто помог газете Boston Globe провести расследование, рассказав о насилии несовершеннолетними и о сокрытии преступлений. Об этом рассказывает лента в Центре внимания. Три года назад картину отметили Оскаром в номинации «Лучший фильм». Мне было 11, и в устаре меня преследовал отец Дэвид Холли. Скандал вокруг бостонских священнослужителей разразился в начале 2000-х. Под давлением общественности в отставку подал архиепископ Бернард Лоу, которого верующие обвинили в укрывательстве священников-педофилов. После этого епархия заплатила жертвам насилия 3 миллиарда долларов компенсаций. Журналисты, опубликовавшие расследование, стали лауреатами Пуллицеровской премии. Фил, как прошла встреча? Был ли там папа? Нет, папы не было. Ты разочарован? Нет, я не хотел разговаривать с понтификом, но должен сказать, что некоторые из нас были разочарованы. Мы были уверены, что во время этой встречи папе расскажут о ключевых моментах дела. Незадолго до конгресса святой престол лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Макерика. Он был признан виновным в педофилии. Пострадавшие настаивают на нулевой терпимости в отношении возможных священников-педофилов со стороны церкви и ее высших иерархов при рассмотрении такого рода обвинений. Жертвы привезли навстречу свои детские фотографии. И это тот случай, когда снимки оказываются красноречивее слов. Конгресс продлится три дня. Жертвы насилия по вечерам будут молиться вместе с епископами. Те, кто верит, тоже будут молиться и просить о том, чтобы нынешнее событие стало отправным для церкви. Она должна встать на путь искупления.